ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ На 10 месте оказалась игра Strange Brigade, которая в нынешнее время выглядит слегка необычно. Ее событие происходит в 1930 году. К жизни возвращается египетская ведьма-царица с целым легионом монстров. И это, разумеется, плохие новости. Остановить эту бешеную бабу может только отряд из четверых героев. Как вы поняли, в игре будет присутствовать кооператив. Вам вместе с вашими друзьями предстоит пройти большую кампанию, в которой обещают сражения с разнообразными монстрами, встречи с опасными ловушками и кучу сложных головоломок. Игру разрабатывает студия Rebellion, прежде всего известная по своей серии Sniper Elite. Это опытные разработчики, а значит Strange Brigade может получиться весьма интересной. Девятое место досталось игре OnRush, которая создается силами бывших разработчиков DriveClub. Это гоночная аркада, в которой ваша главная цель не приехать первым, а сделать как можно больше всяких безумных вещей. Или выполнять специальные задания в разных режимах, которых на старте будет 4. Предусмотрено несколько классов транспортных средств, среди которых особенно бросаются в глаза мотоциклы и агрессивного вида багги. Придется очень часто прыгать на всяких трамплинах и постоянно таранить автомобили соперников. В этом заключается вся суть игры. Мы давно не видели хороших аркадных гонок, и OnRush выглядит очень любопытно. Да и внешняя игра кажется очень стильной, что тоже немаловажно. Восьмое место заняла адвенчура State of Mind, которая должна поступить в продажу этим летом. В ней вам предлагается окунуться в атмосферу Берлина 2048 года. В мире игры цифровые технологии достигли невероятно высокого уровня развития, проникнув во все сферы человеческой жизни. Машины активно используются в государственном секторе, принимая решения, влияющие на экономику, политику и другие вещи. Их создатели обещают сделать для человечества настоящую цифровую утопию. При этом, как это обычно бывает в классическом киберпанке, вокруг вас настоящее дно. Ресурсов не хватает, появляются новые бактерии, которые вертели ваши антибиотики на жгутиках, повсюду преступность и войны. Ну а вы – журналист, которому эта ситуация вообще не нравится. Да еще в придачу и семья куда-то пропала. Разработчики обещают нам глубокую атмосферу ближайшего будущего и настоящий мировой заговор, в раскрытии которого вы примете непосредственное участие. Игра имеет довольно своеобразный визуальный стиль, но по части сюжета может оказаться весьма интересной. На седьмом месте игра по мотивам мультсериала «Время приключений», которая должна выйти в середине лета. На самом деле, релиз был запланирован еще на весну, но что-то пошло не так. По сюжету, мир, в котором живут герои, внезапно погрузился под воду. Существующие в нем королевства оказались отрезанными друг от друга. Главные герои, Финн и Джейк, строят самодельную лодку и отправляются в путешествие, чтобы понять, что за чертовщина здесь произошла. Плавать придется много, причем нам обещают, что вы сможете свободно перемещаться по затопленным участкам и посещать разные королевства. Придется сражаться с плохими парнями, собирать лут, прокачивать героев и использовать их способности в битвах. Само собой, фанаты сериала встретят немало знакомых персонажей. Если вы относитесь к их числу, вы вряд ли пропустите эту игру. Шестое место по итогам голосования получила третья часть The Banner Saga. Третья и, кажется, последняя. Мир игры окончательно погружается во тьму, которая захватывает и изменяет все вокруг. В общем, все и так было плохо, а теперь станет еще хуже. Новая игра не будет сильно отличаться от предыдущих, но в ней, разумеется, появится новый контент. Например, персонажи и возможности для их улучшения. Теперь к вашему отряду смогут присоединиться даже драги. Будут и новые противники. Как это обычно бывает с такими играми, нам обещают, что все решения, принятые вами в предыдущих частях, повлияют на финал. Так что вспоминайте, что вы там натворили, и спешите изменить ситуацию, пока еще не поздно. Время еще есть. Игра выйдет в конце июля. На пятое место наши пользователи поставили самый настоящий симулятор парка Юрского периода. Разрабатывается игра студии Фронтир. Здесь, как и в оригинальных фильмах, вам предлагают вернуть к жизни динозавров, поселить их в красивом парке и запустить туда туристов с фотоаппаратами. Само собой, при этом, вам придется внимательно следить за безопасностью посетителей. Важное место в игре занимает процесс создания новых динозавров с уникальными свойствами. Некоторые из них, судя по описанию, смогут даже чувствовать и мыслить. А еще в игре вам встретятся персонажи из фильмов. Думаем, она стоит того, чтобы обратить на нее свое внимание. Четвертое место досталось трилогии ремастеру Crash Bandicoot, которая этим летом выйдет на ПК, Xbox One и Switch. Таким образом, ремастер перестанет быть эксклюзивом для PlayStation 4, что, безусловно, радует. Напомним, что эта серия дебютировала в далеком 1996 году. Те, чье счастливое детство пришлось на 90-е, наверняка с радостью сыграют в обновленные версии любимых игр. Ремастер, кстати, получился довольно глубоким. Внешне игры очень сильно изменились, и теперь ими можно наслаждаться, не травмируя свои глаза, устаревшей на пару десятилетий графикой. Первую тройку открывает битва за Азерот. Новое масштабное дополнение для неумирающей World of Warcraft. Оно прямо продолжает события позапрошлогоднего Легиона и посвящено новой войне между Альянсом и Ордой. В этот раз они сражаются за так называемый Азерит, ценный ресурс, появившийся после войны с Легионом. Планка развития персонажей будет поднята до 120 уровня, появится 10 новых подземелий, изменится система рейдов, станут доступны новые режимы. В общем, изменений немало. World of Warcraft не спешит умирать, и что-то нам подсказывает, что это далеко не последнее дополнение для этой игры. Второе место заняла The Crew 2. Это, пожалуй, самый крупный релиз этого лета. Нам обещают масштабную гоночную игру в открытом мире, где вы сможете делать самые неожиданные вещи. Ключевая фишка второй части – то, что в ней вы не привязаны к одному виду транспорта. Вы сможете переключаться между ними на лету, прыгая из автомобиля в спортивный катер или вообще в самолет. Да, звучит странно, но с другой стороны, почему бы и нет? Разумеется, не обойдется без многочисленных мультиплеерных активностей, которые лежат в основе всей игры. The Crew 2 обещает намного больше, чем обещала в свое время первая часть. А у Ubisoft есть своеобразная традиция. Первая попытка получается просто любопытной, зато во второй раз все выходит намного круче. Надеемся, так случится и в этот раз. Немного неожиданно главной игрой этого лета наши пользователи назвали Vampyr. Это экшен-рпг от создателей милого сериала про девочек Life is Strange. Новая игра по духу совсем другая. Мрачная и жестокая. Здесь вы переноситесь в Англию начала прошлого века. Люди пачками умирают от гриппа, а на этом фоне на темные ночные улицы выходят вампиры. Вы врач, который ищет спасение от эпидемии, но при этом сам является вампиром. Возникает любопытная ситуация. Периодически вы должны убивать ради крови тех, кого вы должны спасать от болезней. Судя по всему, на необходимость подобного выбора и будут делать акцент разработчики. Нам, как и в Life is Strange, обещают, что все наши действия будут иметь последствия. К счастью, новая игра совсем не сериал, поэтому ждать концовки придется недолго. На этом все. Тему следующего голосования вы можете узнать в тексте под видео. Если вы смотрите это видео на нашем YouTube-канале, переходите по ссылке в описании и предлагайте свои варианты для голосования. Мы учитываем каждое мнение. На этом все. Удачи и до встречи на playground.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова